Ага. В общем, дорогие друзья, в чем вопрос-то? Стоит ли вообще заниматься самокритикой и самоанализом? Я считаю, что стоит, потому что иногда, когда я возвращаюсь к своим работам, которые я делал ранее, мне кажется, блин, почему я так делал? Почему именно так я подошел? Ну, совсем не смотрится. Так вот, я заметил такую фишку. Проходит время, и потом только ты начинаешь критически относиться к своему детищу творческого процесса. Потому что, когда вот только что ты сделал песню, например, или сделал видеоклип, или сделал какую-то, видимо, нарезочку, и потом ее только пересмотрел, думаешь, да, блин, это же круто, вообще нормально все звучит, все смотрится хорошо. И все, 2-3 дня это недостаточно. Нужно, чтобы прошел месяц хотя бы или два. Но, ты же не будешь ждать месяц или два, если ты сделал какую-то работу? Зачем ждать месяц или два? Нет. Нужно сразу выпускать. Но потом стоит пересматривать, я считаю. Потому что я вот смотрю, иногда этим занимаюсь, значит, смотрю видео старые, ну, это года 2-3 назад, и меня что смущает? Я неестественный. То есть, я не разговариваю естественным образом, как я в жизни бы разговаривал, а вспоминаю, что же на меня повлияло. И помню, я первый раз в такой формат снимал, я думал, как надо себя вести, как действовать, сдержанно, не сдержанно. И получается, что пока ты себя ведешь так, как ты думаешь, надо себя вести, ты перестаешь быть собой. И это видно сразу на картинке. Может быть, я так к себе отношусь, но, блин, я смотрю на себя, смотрю это видео, и получается, что я не являюсь отражением своей сущности внутри. Я говорю не так, как я бы должен был говорить в этой ситуации. Да вот, например, вот про дистрибьюцию я рассказывал, я ее смотрел, как я это выглядел. Как я быстро говорю, даже не успеваю понимать, что надо говорить. В общем, ролик про дистрибьюцию. И я там начинаю, медленно как-то, долго тяну что-то, зачем я это делаю? И сам себя смотрю и понимаю, что смотреть неинтересно. Даже там информация, несмотря на то, что полезное и нужное, неинтересно смотреть, потому что что-то тянет человек. Всем привет. Сегодня я хочу поделиться своим опытом размещения музыки в интернете, распространения музыки через дистрибьюторов. Искал я изначально бесплатных дистрибьюторов и нашел два. Больше не знаю, может быть, есть какие-то еще. Опять же, все зависит от внутренних твоих ритмов. Если ты сам по себе такой стрельнутый, быстрый, ну, знаешь, такие люди бывают, то, конечно, кажется медленно. Некоторые люди медлительные сами по себе, у них характер такой, ну, как менталитет такой, образ поведения. Нутро такое, медленное. Тогда, возможно, будет все нормально. Но я стрельнутый как раз таки, вот почему-то я вот такой. Но не всегда, конечно же, если обстановка подразумевает спокойствие и уравновешенность, то я достаточно уравновешенность веду. И это смотрится тоже нормально. Но когда я посмотрел этот ролик про дистрибьюцию, где я там пытаюсь рассказать людям, кто желает попробовать запускать свои песенки в сеть, я это говорю как-то медленно. И вот я такой думаю, блин, надо говорить быстрее. И вообще лишнее говорить-то не надо. Есть ролики, которые смотрятся, естественно, я вот сегодня листал свой YouTube и смотрел на эти ошибки на свои. Я там делал бэкстейдж по видеоролику, который мы делали с нашим барабанщиком Алексеем, больной, а, здоровый 2020, как-то так, а, здоровый 2021. Это накануне Нового года 2021 мы делали видеоролик музыкальный, мы делали песню. И там был бэкстейдж. И бэкстейдж был вполне себе естественный. Там было все динамично, я разговаривал обычно своим голосом. Димас, Димас, вот мы тут с Димасом слушаем трек, Вован тоже тут с нами. В общем, слушаем на наличие низов, но вроде нормально, низов хватает, да? То есть достаточно, но маленько она что-то грубая, типа глуховатая какая-то. Но это хрен, главное, что не скачает, правильно? Впрочем, вот собрались мы тут всей толпой, да, у нас сегодня здесь все, Йоу, грубый, грубый, сегодня мы будем записывать трек. У нас здесь нежный, это мой одноклассник, классно по-английски читает рэп. Для нас только, давай, для нас, отвечай, никто не увидит, давай, старай. Блин, American boy, come on, come on, будешь нас снимать. То есть, ты говоришь не сдаваться и... Не сдаваться. Не сдаваться, это вторая строчка. Болен, 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 наш родимый 2020. Болен, болен, не сдаваться. Не сдаваться. Все, я затроил. Но прежде чем его записать, нужно подготовить почву, да, вот сейчас мы с Лёхой здесь приберем маленечко, чтобы мы вот эту камеру поставили, чтобы было красиво. Вот эти вот грамоты Алексея Михайловича Новицкого мы тоже уберем. Лёха, спасибо тебе Новицкого, Лёха, за помещение, что нам предоставляешь. Барабаны. Спасибо. Вот, но грамоты мы твои уберем, потому что они нам зачем нужны портить нашу... Вспусти, прямо, они крепиты, они крепиты, они крепиты. Болен, болен, болен. И монтаж, что такое прикольное было, я даже сам иногда посмеялся, думаю, ну, нифига себе, как прикольно я придумал. Да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Вы же слышали такую фразу, действительно, хвалить себя почаще. Вот, а есть видеоролики, песни, например, 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 мамочка на саночках я там смотрел. Да, музыка прикольная, но веду я себя как-то так, вроде неестественно, вроде как не должен был я на тот момент так себя вести, как будто стесняешься, как будто что-то тебя смущает. Так вот, нужно, я думаю, пересматривать все свои ролики, смотреть, как ты выглядишь и меняться, меняться надо. Что касается музыки, то же самое. Я вот эту ту же самую мамочку на саночках слушал, и я понимаю, что там, блин, гитары дофига, а вот барабанов уже не хватает, и вообще по-другому бы я там сведение бы уже сделал. Но это, знаете, все приходит осознание чуть позже. Так вот, надо ли, вопрос, надо ли заниматься самоанализом, самокритикой? Думаю, что надо. Оно вас будет двигать вперед. Еще нужно не стесняться показывать свои работы людям, знакомым, близким, друзьям. Особенно, если вы знаете таких, у кого язык с зубами не держится, и он говорит все, что думает, вот таким нужно отдавать людям. Тогда вы с другой стороны маленько увидите свое творчество, как на него люди могут смотреть. И вообще, стоит разговаривать с людьми, показывать, обсуждать, потому что все люди разные, они настолько разные. Они вот два человека смотрят на одну, на один предмет и понимают абсолютно разно. Два человека находились в одном месте, и каждый потом рассказывал по-другому, что происходило в тот момент, когда они в этом месте вдвоем находились. В общем, все люди разные, и нужно со всеми, ну нет, не со всеми, вы же не будете со всеми разговаривать. Разговаривайте с теми, кому вы доверяете. И кто максимально объективно и честно высказывает свое мнение, исходя из своих ощущений, конечно же, вся творческая деятельность, она абсолютно субъективная. В общем, надо ли? Надо. Надо смотреть свои видосы старые и кринжовать, короче, потому что, ну, я их не удаляю, я их не удаляю. Что касается пения, пения тоже. Я вот слушаю, блин, да какое пение, там кто так поет-то? Ну, понятно, я не профессионал абсолютный, но разница, там, пять лет назад я вижу, как я пел, и разве я не понимал, что так не надо? Да, не понимал, потому что мне, даже если говорили, у меня недостаточно было осознания, самоощущения, что да, нужно пересмотреть. Потому что мне казалось, все нормально, все нормально, все окей. Так, про пение сложный вопрос. Петь я до сих пор не умею, но я учусь, я учусь. И очень много себя записываю на диктофон. Вот тут у меня самокритика, сам анализ работает. Но, опять же, не всегда. Ты слушаешь, только что записал, слушаешь, да, вот оно, то самое. А потом проходит месяц, и если у тебя вдруг осталась такая запись, или ты вспоминаешь, как ты пел тогда, и у тебя уже другие мнения, и ты вспоминаешь тот месяц, думаешь, блин, это было все не то. Так было неправильно. Ты думал, что это мощно, а на самом деле это не мощно. Или ты думал, что это легковой полет, но на самом деле это зажато. Но это образно, да? Примеров никаких не перевожу. А надо, да? А, я же монтирую, монтирую, да? Я когда смонтирую, может, что-то и вставлю. А, скорее всего, уже вставил. Это же видео, я уже произношу слова в конце видео, да? Значит, там что-то было уже. Ладно, в общем-то, всем хорошего настроения, творческих успехов, и занимайтесь самоанализом, самокритикой. Это очень важно. Ой, то не вечер, то не вечер. Мне малым мало спалось. Мне малым мало спалось. О-о-о-о-о, это во сне привидела мне.